Привет, друзья! Сегодня был второй тур. Большинство из вас, из тех, кто смотрит эту трансляцию, болело за меня в режиме реального времени. Я вам очень благодарен, так как поначалу действительно игралось очень хорошо. А потом, ну, для тех, кто не смотрел партию, сохраним небольшую интригу. Итак, к Вадиму Звягинцеву очень непросто готовиться. Это шахматист с очень оригинальными идеями. В частности, на одном из суперфиналов страны он набрал полтора очка из двух, сыграв вот так. Есть у него и другие идеи. То есть, Слянская была резко отметена. То есть, например, в этой позиции Вадим изобрел такой ход, слон Д3. И обыграл несколько очень неплохих шахматистов. Ну, правда, в основном в блиц, в быстрые, но тем не менее. Вариантов было три. С6, Е6 и Е5. Ну, я остановился на ходе С7-С6, потому что в нем, на мой взгляд, у Вадима выбраны менее опасные схемы для меня лично, чем в Е5 или в Е6. Конь С3, Д5. В этой позиции несколько раз он играл Ферзь Е2. На всякий случай я посмотрел, как тут правильно расставлять фигуры. А вот к ходу Конь Ф3 я был готов хуже. Ну, здесь у черных выбор между Конь Ф6 и С6-4, я считаю, оба хода примерно равноценными. И в этой партии выбор был сделан в пользу хода Конь Ф6. Но у меня не было сомнений, что мой противник обязательно что-нибудь выдумает интересное и оригинальное. И новинка не заставила себя ждать. Да, вот А4. Этот ход является новинкой. Ну, если так кто-то играл, то есть я не знаю, то вряд ли он вкладывал смысл такой же, какой и Вадим вкладывает в ход. Цель понятна. Если черные сыграют Ферзь Б6, то после Д4 у белых уже все готово для того, чтобы Ферзя с Б6 согнать ходом А5. Вот. Я очень люблю ход А4 в каракане встречать ходом А7-А6, но в данном случае это выглядит слишком экстравагантно. Стандартная игра это Конь бьет С3 и потом Слон Ж4. Конь бьет С3, и здесь у белых приятный выбор между ДЦ и БЦ. И в обоих случаях, в принципе, пешка на А4 стоит не так уж и плохо. ДЦ мне нравится чуть побольше. У белых есть возможность где-то в С4 пойти. Также есть идея где-то попытаться А5 и схватить диагональ Ж1-А7, допустим. В общем, БЦ тоже так достаточно неприятно выглядит. В этот момент я достаточно надолго, на мой взгляд, задумался. Больше чем на 5 минут. Для дебюта это вполне прилично. Здесь предстояло найти вариант, который, во-первых, мой противник не проанализировал до матов. То есть есть напрашивающиеся ходы, в которых ясно, что анализ может быть очень глубоким. Ну и в то же время желательно выбрать ход, при котором ход А4 окажется бесполезным или даже вредным. Поэтому было принято решение сыграть слон Ж4 и на А3, самый естественный ответ, после размена на Ф3, то есть на С3 не брать, а сыграть конь Ж5. Я понимал, что здесь белые, может быть, принципиальной игрой смогут получить хороший перевес. Но очевидно, что вот такая игра за черных рассматривается в последнюю очередь. То есть решение было принято именно из соображений уйти побыстрее из домашней подготовки. А позиция возникла очень сложная и интересная. За белых я рассматривал три хода. Ферзь Ж4, Ферзь Д1 и Ферзь Е3. То есть после Ферзь Ж4, Конь Е6, белые либо должны допускать Д4 и с дальнейшим Ферзь Д5, либо должны сыграть сами Д4 и после Ферзь Б6 у черных очень неплохая игра. Так, не Х6, конечно, а Х5. Х5. И если Ферзь Х4, то Ж5. И теряется либо пешка Б2, либо пешка Д4. И то и другое выгодно белым. Компьютер предлагает потерять пешку А5, сыграв А5. И после Ферзь Б5, Ладья Б5, Ж, Слон Е3, Слон Х6. Но ясно, что у черных там проблем нет. Также интересным был ход Ферзь Е3. Черные должны играть Конь Е6, белые ходят Д4. И здесь выбор между С5, Ж6 и А6 у черных. Но самый принципиальный ход, несомненно, С5. С идеей, скажем, на Слон Б5 шаг, закрыться не Конь С6, а Конь Д7. Вот интересный ход. Конь С6 тоже интересный. ДЦ Ферзь Д7. Пешку белые, лишнюю, белые, не должны удержать, на мой взгляд. Ну и Конь Д7 тоже интересный ход. После Конь бьет Д5, Конь бьет Д4, висит на С2. Хотя эта позиция, мне кажется, да, явно привлекательнее смотрится за белых. Ферзь С7, Конь С4. Ну и еще работать и работать черным на уравнение А6 не пойдешь. Скорее всего, или Слон Е7, два ноля надо играть. Или делать длинную аркировку, выглядит совсем вызывающе. Да, может быть, на Д4 стоит пойти с Ж6 или А6 с идеей С5. Или, может быть, на Слон Б5 закрыться по-человечески Конь С6, пожертвовать пешку. Но Ферзь Е3 серьезная альтернатива. В партии было выбрано Ферзь Д1. И, естественно, черные просто обязаны бороться за пространство. Потому что, ну, Ферзь на Д1 стоит отлично. И если сыграть как-нибудь типа Ж6, то после А4, А5 белые начнут еще и атаку на другом фланге. Д4, пользуясь тем, что Конь не может уйти, скажем, на Е2, на Конь Е2 я считал Ферзь Д5 все-таки, а не Конь Е6. Ферзь Д5. А есть неплохой ход Конь Е6. Цель такая, идея, смысл в том, чтобы на Д3 дать шаг на А5 и съесть на Е5. А в случае Ц3 ходом Д3 загнать Коня на Ж1 и посмотреть, что там будет дальше. То есть позиция возникает очень интересная. То есть белые могли уйти. Хуже, конечно, Конь Б1. На Конь Б1 тоже Ферзь Д5 последует. И, видимо, придется отдавать пешку на Е5. Ход Ф4 выглядит резко. К тому же он подгоняет моего Коня туда, куда я, в общем, и хотел его поставить. Может быть, намного жестче какой-то компьютерный ход Ф4. Ф4, хотя тоже после Конь Е6. Да, но ДЦ ходить не очень уж. А, кстати, есть ход ДЦ и на ФЖ Ферзь Д4. Напали на Е5, на Аш4. Какая-то, получается, забавная позиция. Но я ее оценивать не возьмусь. На мой взгляд, у черных должно быть чуть-чуть похуже. Так. Ну, а в случае Конь Е6 у белых есть код Ф5, есть ход Конь Е4. В общем, Ф4 – это очень серьезная альтернатива. Вот. После Ф4 Конь Е6 у черных уже полный порядок. Сейчас главная задача черных – не выпустить слона на С4. Конь Е4 – ответ логичный. Ферзь Д5. Ну, не знаю, может быть, ход Д3 неточный. То есть на Е5 падает, но без слона на С4 белым, конечно, очень сложно поставить какие-либо проблемы. После Д3 Ферзь бьет Е5. Мне казалось, что позиция у меня, ну, просто великолепная. Угрожает Ф5, и Конь теряется. То есть, Слон Е2 – ход почти вынужденный. Есть еще идея Конь С5, допустим, поменять этих Коней. Вот. И здесь мне очень понравился ход, который я сделал. Ф5. Напрашивается Конь Ж5, как сыграл мой противник. Хотя, может быть… Ну, на Конь Д2 я планировал сыграть Конь Ф4 и перейти вот в такой Эрфпель. Конь Ф3, Ферзь Е2, Ферзь Е2, Конь Е2, Король Е2, С5. И, в общем-то, у белых определенная компенсация за пешку есть. Но для равенства вряд ли этой компенсации достаточно. Вот, вот, Конь Ж5 более такой резкий. И… Ну, хочется развить слону Ф8. При этом Ж6 играть мне не хотелось, потому что как-то ослабляются черные поля. Можно было сразу пойти Ж6, кстати, или Конь Д7 пока что. Но Конь бьет Ж5, на мой взгляд, не хуже, потому что АЖ мы не боимся. После АЖ, Ж6 никаких атак по линии АЖ не будет. Структура, мне кажется, очень прилично в пользу черных. А после слон бьет Ж5, Е6… Ну, мне хотелось пойти Е6, хотя, конечно, Ж6 и слон Ж7 более серьезное продолжение, как по мнению Струкфиша, я это объяснить не могу. То есть, могу, но тем, что слон на большую диагональ, если встанет, у белых будет проблема с проведением С2-С3. Вот. Ну, а Е6 он совсем не одобряет, считая, что белые просто вынуждены были играть в этой позиции С3. С очень интересной игрой. Не особо понимаю, что белые хотят. Могу пойти Конь Д7 или Слон Е7. Вот. Ход рокировки логичный. Вот после Слон Е7, мне казалось, что у меня уже очень большой перевес. Дело в том, что если слона уберечь от размена, то там пешка АЖ4 под боем. А на Слон бьет Е7, мне казалось, что король на Е7 в полнейшей безопасности. Белым надо вскрывать ходом С3 линии. При этом СД они взять не могут из-за ферзь БД4. И ферзя никак не согнать. То есть, тут черные просто доминируют. Конь Д7. А5. Следующий ход, который я сделал, мне тоже очень сильно понравился. Б5. Хочу сыграть ладья АЦ8. И потом расставится по-человечески. Король Ф7, Конь Ф6. И ладья АЖ на Е8 или на Д8. То есть АБ. Ход практически вынужден. АБ. Очень сильный ход ладья АЦ1. Пешка С6. Объект контр-игры белых. Да, и вот здесь можно было сразу пойти Конь Е5. Но мне показалось, что ладья АЦ8, все равно ладью АЦ8 надо вводить в игру. Кот более сильный. Слон Ф1. Вот белая. Убрали мешающегося слона. Он вообще не играет. Его место на Б3 или на С4. Он должен давить на Е6. На нужную диагональ ему не попасть. Снова удалось сделать очень сильный, на мой взгляд, ход ладья А5. Что важно, что еще и компьютер считает этот ход очень сильным. И после Ж3 ладья Е5. Я считал, что с разменом ладей позиция становится очень тяжелой у белых. Ферзь А4. Здесь я взял на Е1. Мой железный друг считает, что надо было пойти Б5. Ну, кстати, ход ладья бьет Е1, он чуть-чуть подумав, считает более сильным. Ладья бьет Е1, ладья бьет Е1. Конь Е5. Да, снова я играю по первой линии. Слон Е2. И С5. Укрепил пешку Д4. У компьютера к моей игре претензий нет. После ладья С1 не точность, но порекомендовать что-либо белым вообще очень тяжело. После ладья С1, ладья Д8. На ЦД уже готовый ферзь бьет Д4. И на ферзь А7 конь Д7. И у белых висит на Б2, на Д3, на Ф2 при случае. От связки черные легко избавятся. Вернуться ферзь Д6, король Ф6. Как я не выиграл эту позицию, для меня загадка. Ферзь А7, ладья Д7. Правильно. Снова я сделал очень сильный ход. Король Ф6. Еще один. О, и вот здесь. Да, была у меня идея пойти С4. И на ДЦ Д3. И конь бьет С4. И железо говорит, что это самый короткий путь к победе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, но мне показалось, что еще проще мне будет сыграть, если... А, еще здесь был ход С4. С4, ДЦ, Д3. Да. Конечно, на ЦД конь бьет Д3. Нет, погодите, а что на ЦД здесь? А, здесь может быть ферзь Д4, да? Что, эту позицию я в расчетах видел. Да. А, на ладья А7, ладья Д7. А после ладья Е1, ладья Д2. Король Ф1, ферзь Д4. Белые полностью запотованы. Да, вот это вот я видел. Этот вариант. Но до конца не досчитал. И был неправ. Ферзь Б8 выглядит, что тоже заставляет белых играть очень точно. ЦД, да. Вот здесь я видел сильнейший ход и не сделал его. Очень сильно было сыграть здесь конь С6. Очень сильно. Да, это я понимал. ДЦ, БЦ. Конь встанет на Д4. И то, что он сильнее белого слона, тут вообще сомнений никаких нет. Но мне казалось, что после размены пешки Б2 на пешку Ц5, такого, эвентуального, это необязательный размен, но если вдруг белому удастся это сделать, то мне казалось, что даже с падением пешки Д3 будет ничья. А после ЦД мне казалось, что я без риска играю с лишней пешкой. Да, кстати, я видел в этой позиции сильный ход Ладья Ц8 и не сделал его. Опять же, грозит Ладья Ц2. Если Ладья бьет Д4, то Ладья Ц2. Король Ф1, Ладья бьет Б2. Почему я не сделал, кстати? Ладья Ц8. Может быть, Ф4, может... Или Ладья бьет... Вот, стоп, давайте ход Ладья Б4 проверим. Ладья Ц2, Король Ф1. Ладья Ц1, Король Ж2. Ладья Е1, слон Ф1. Кажется, что белые полностью укрепились. Здесь висит на Д4 и на Б6. Ну, понятно, я остановился в расчетах вот на этой позиции. А здесь у черных две хорошие идеи. Но самое простое, наверное, Ладья Д1 с угрозой. Конь бьет Д3. И на Ладья бьет Д4. Ладья Д2. Ладья Б4. Ну, или Б4. Конь Ж4. Нет хода Ладья Ф4. За Конь Е3 шаг и Е5. Да. Ну, шикарная была бы партия. Ну, после Ладья Д8, мне казалось, что... Так, вот здесь стоило Конь Ж4, чтобы проникнуть. Не, ну это ничья. Так, Конь Е7. Конь Е7. Мне казалось, что я делаю все правильно. Провел Е5. Поставил Ладью на Д6. Да, и вот здесь я собирался сделать сильный ход Конь Д8. За что я Белому Королю подарил поле Ж3? Это совершенно непонятно. Б4, говорит. Ж6. Подождите, а почему не Конь Е6? ФЕ, Король Е5. Никаких Б5 нету. Сейчас будем проводить Ж6, А6, Ж5. В общем... У Черных, на мой взгляд, вполне реальные шансы здесь. Хотя, может быть, я преувеличиваю, конечно, тоже Ладья А7, Ладья по Седьмой. Да, борьба в полном разгаре. Но после ЕФ, ЖФ преимущество просто улетучилось. Так вот, незаметно стоило поставить, успеть Ж6, А6 и провести Ж5. Вот здесь вот. Никто же Черных не Конит. Ну, пошли Ж6. Там, Ладья А7, пока Конь Е7 можно сыграть. Или А6 на Ладья А7, Конь Е7. Провести Ж5. А, Ладья А7 и на Конь Е7, Слон Д1. Вот у белых какая контр-игра есть. Ну, тоже, вот, это окончание невозможно, по крайней мере, проиграть Черными. Даже после А5. Хотя, конечно, да, может быть... Я переоценил вообще это окончание. Да, ЕФ, ЖФ, грубейшая ошибка. Ну, грубейшая будет позднее, как вы догадываетесь. Ладья А7, Конь Д5. Да, Конь Д5 может и не обязательный ход. Может быть, стоило Конь Б5. У меня была такая мысль. Но мне казалось, что он сейчас где-то Слон может... Если так, Коня на С3, чтобы Слон не перешел на Б3. Ну, вот я не понимал, как усиливаться в этой позиции. То есть, при случае Ладья А7, белая готова сыграть. Скорее всего, позиция просто ничейная. Конь Д5. Я видел, что Ладейный возникает тоже. Ладья А7 очень сильный ход. Угрожает Ладья А6 шаг. На Ладья А5, Ладья А4. В общем, Черные не могут добиться прогресса. И здесь стоило предложить просто ничью. Сыграв, допустим, Б5. И на Ладья А7, Ладья А6. То есть, позиция бита ничейная стоит. Но на свою беду я обнаружил возможности игры на победу. Связанные с ходом А6. При этом, конечно, Ладья А3 сейчас делала ничью без особых проблем. Ладья А4, Ладья А3. Это я тоже видел. Ладья А6, Кероль А7. Да, Белые бьют на Б6. Мы бьем на А5. Белые пытаются как-нибудь... Дело в том, что Ладья неизбежно через А1 или через А2 вырывается. И по большому счету это тоже битая ничья. То есть, я это видел, но хотелось как-то поиграть еще. Вот это грубая ошибка. Вот первая ошибка. Ж5. Расчет был на естественный ход Ладья А7. И теперь не переход в пешечный Эншпель после ЖФ, который проигран у черных из-за отдаленной проходной, а сильный ход Ж4. Но и здесь ничья битая. То есть, Белые просто ходят к Б5, на Ладья Е3, бьют на А6, на Б6. И, в общем-то, победить невозможно. После АЖ Король бьет Ж6, Ладья бьет Д4. Возник совершенно, опять же, ничей на Эншпель. Стоило пойти тут АЖ5. То есть, если Король пойдет на Ж3, Король А6, то есть, можно просто стоять и в какой-то момент Ладью запустить на Е1. Но Король АЖ5 тоже не выглядит проигрывающим. Король Ф3, Ладья Е1, Ладья Д6. Да, ну вот здесь надо было... Так, Б5, Ладья Ф6, Ладья Ф1, Король Е3. Да, вот здесь Железо говорит, что надо было ходить Король Ж4. Этот ход я тоже видел. А, ну и после Ладья А6, Ладья Е1, Король Д2 возникает примерно то же самое, да? Погодите, а почему я вот в этой позиции поставил Ладью на Ф1, а не так, как запланировал на АЖ1? Железный Друг считает, что самая простая ничья после Ладья Е8. Ладья бьет Ф5, Король Ж4 очень поучительный. Ладья бьет Б5, ну и просто Король бьет Ф4, и Белая не в силах из-за того, что пешка АЖ, и Ладья стоит сзади проходной пешки, сейчас последует Король Ж4, пешка АЖ побежит вперед, в общем, в партии у нас получилось намного хуже для черных, то есть, этот ТНЖ при ничьейный, да. Но ход Ладья Е8 мне в голову не пришел. Ладья Ф1, Ладья бьет Ф5, Ладья бьет Б5, Ладья АЖ8, пешку толкать надо, дальше тоже толкать надо, Ладью надо поставить на Ж7, Король Е3, да, и тут, и уже проиграно, да. Я пошел Король Ж3, но в случае Ладья Е7, какой-то ход Король Ф2 находится. Да, и после Ладья Ж7 белая просто обходит. То есть, пешка никуда не проходит, она теряется, и черный Король забрел слишком далеко, он не успевает прийти на АЖ7, то есть, там Б7 грозит. А даже если и успеет, после Б7 побежит вперед, там будет угроза Ладья АЖ8 в шах, и даже если черное Ладью перекинут на линию Б, вперед побежит пешка Д. Да. Давайте смотреть самое интересное, АЖ3, Д4, Король АЖ1. Говорит, Ладья АЖ7 точнее было, но все равно после Король Ц5. Ну-ка. Ну да, то же самое после Ладья АЖ7. Да, АЖ2, Ладья АЖ8, Король Ж2. Ну, да, не имеет значения, белая форсированно выигрывает. Ладья Д8, вроде темп выиграл, но одного темпа черным не хватает. Да, вот шахмата трагедия одного темпа. Вот что значит, Ладью сзади пешки не поставил вовремя. Да, нет, нет у белых спасения от вот этой игры. Ну и дальше я защищался как лев, на 73-м ходу белые превратили в ферзя, и только на 105-м провели, то есть потребовалось 32 хода. 18 ходов не додержался до ничьей. Так, как-то быстро я на Е3 убежал. Здесь король... Да, ну вообще, куда-то я на АЖ3 зря пошел. Король должен держаться в центре был. Так, вот здесь вот 88-й ход говорит мат в 20 ходов. Печально. А здесь после Ладья Е3 мат в 45 ходов в 27. Ну ладно, тогда это не страшно. На Ладья Е3 почему-то король не идет на Ф4. Ф4. Да, в этом Мэшпиле даже с компьютером непонятно ни как защищаться, ни как атаковать. Да, после короля Ф4 шансов уже нету. Ферзь А2 тоже очень сильно. Да, к сожалению, к сожалению, спастись не мог. Ладья против Ферзя это далеко не ничья. Заищался упорно, мне понравилось, как защищался. Так, не хватает сил. Вот, какой вывод делаю? Не хватает сил. Значит, если завтра не выиграю, то сделаю паузу. Рассказывать вам о своем очередном неуспехе не буду. Только если побеждаю. Завтра противник наконец-то с рейтингом ниже, чем у меня. Но, тем не менее, очень сильный из южного региона нашего Олег Вострухин. Но следите, вдруг я выиграю. Спасибо всем за то, что болели. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте там лайки, дизлайки, комментируйте на ютубе. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивичкин. До свидания.